На фоне борьбы с матом в соцсетях, россияне стали больше его использовать. Прошло уже больше двух месяцев, как страшный закон ударил по злым языкам матерщинников и обязал социальные сети удалять нецензурную лексику. Она по-прежнему широко используется в Рунете, поэтому можете не бояться и оставлять свои комментарии под этим выпуском и ожидать крепкого трёхэтажного ответа. Шут-шут. Нормативная база пока не вступила в силу, и сила русского языка полностью в вашем распоряжении. Заебись! Говори, сука! Привет, вы на канале Свежак, и с вами, как всегда, Чернокнижный, самый неадекватный обзор новостей России и не только. Не забудь поставить лайк, ударить колокол, подписаться. Самые горячие новости. Повторю, самые горячие новости ещё впереди. Анонимный сотрудник Макдональдса снял на видео издевательства над покупателями. Судя по его видео, Микки Де Ноль, никнейм, работает в одном из ресторанов Макдональдса в США. В одном из особенно популярных роликов он кладёт в двойной чизбургер с беконом на откушенную котлету, заворачивает это всё и отсылает её по направлению в торговый зал. Мы немного проголодались. Блядь! Два других видео посвящены покупателям с особыми требованиями. С особыми требованиями. В одном из них Микки Де Ноль получает заказ на сэндвич с дополнительным маринованным огурцами. Ну что такое? И кладёт на булку не один, а целую горсть огурцов. В другом ролике он проделывает похожий трюк в ответ на просьбу добавить побольше соуса и топит булку в потоке. Макдональдс заявил, что проводит расследование. По утверждению представителей компании, методы приготовления пищи, преддемонстрированные в ролике Микки Де Ноль, не отвечают высоким стандартам качества и безопасности, принятыми в Макдональдс. Как говорится, что не сделаешь ради ТикТока. И котлетку откусишь, и огурчиков не по стандарту навалишь. На всякий случай советую проверять теперь содержимое чизбургера, а то вдруг ваш повар тоже будет в Макдональдс, ТикТока окажется. В Смольном появился проект нового закона, по которому хозяева слишком громких, шумных домашних животных будут штрафовать. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу. По сведениям городских властей, в последнее время поступает слишком много жалоб от граждан, которым мешают спокойно жить питомцы и их соседей. Лают, воют, прыгают и так далее. Поэтому авторы проекта решили, что животные должны молчать и лежать смирно по закону ночью и с 8 до 12 на 0 в выходные и праздники. Иначе им и хозяевам придется платить штраф в размере 500 или 5000 рублей. А теперь хуйня федерального масштаба. Подготовленный от Минприроды проект содержит новые поправки в законе о защите животных. Как отметил глава Минприроды, этот закон ждали 20 лет. Не, ну а хули. Во всем мире 3 года ждут, а у нас 20. Это нормально. Короче, содержать диких животных в неволе смогут только организации и индивидуальные предприниматели, которые открыли питомники для животных, а также научные организации, занятые их реабилитацией и так далее. И как теперь мы без лающих собак-то и медведей в квартирах? Че, превращаемся в загнибающую Европку? Мат запретили, осталось еще водку только запретить и точно пиздец настанет. С ебанцой, да, слегка? Заебиск. Взлетели, ёпта! Понравился выпуск? Подписывайся, ставь лайк, бей в колокол, чтобы не пропускать интересные новости России и не только.